6 секунд. Примерно столько у вас есть времени, чтобы заинтересовать потенциального клиента, который приходит на ваш сайт с поисковых систем. Что делать, если ваш лендинг-пейдж не продает? Вы видите, что посетители приходят, но заявок с лендинга нет или их мало. Давайте разбираться. На самом деле здесь очень много моментов, которые нужно разобрать. Почему лендинг не продает? Меня зовут Федор Васильев и в этом видео подробный разбор, что такое продающий лендинг-пейдж. Если вы совсем новичок, у вас есть бизнес и вы хотите через интернет, через страницу приземления, через посадочную страницу или лендинг, как только ее не называют. В общем, вы хотите продавать свой товар, услугу, собирать заявки. Или вы только начинающий и хотите в интернете, у вас нет оффлайн-бизнеса, вы хотите в интернете что-то продавать. Это видео вам будет очень полезно. Видео для абсолютных новичков и для тех, кто уже обжегся. То есть создал лендинг-пейдж, например, запустил рекламу в Яндекс.Директ или еще где-то на свой лендинг, но не получил должного результата. В этом видео я постараюсь вам помочь. Видео будет достаточно длинным, и я для удобства разбил видео на удобные тайм-коды. Обратите внимание, в YouTube в описании будут все разделы данного видео. Возможно, какие-то разделы вы уже знаете, и вам будет очень удобно, просто кликнув вот сюда по времени, и вас моментально перекинет в этом ролике на ту тему, которую вы выбрали в описании в тайм-кодах. Не забудьте, что вот здесь вот ссылочка есть еще. Если по ней кликнуть, вы раскройте описание, и там вы увидите весь перечень тайм-кодов и все меню данного объемного видеоролика. Для начала нам нужно понять психологию людей, как они смотрят на сайт. В большинстве случаев люди на сайт смотрят одинаково. Когда страница открывается у пользователя в браузере, человек смотрит сверху, слева, направо, сверху, вниз. Мы должны уделить внимание каждой детали на сайте. И самое важное, самое первое, это первый экран. Те самые 6 секунд. За это время мы должны привлечь, заинтересовать нашим предложением на сайте потенциального клиента, посетителя сайта. Первый экран, первый блок, кто не знает, что это такое. Открылся сайт в браузере, и вот все, что входит в первый экран браузера. По сути, это и есть первый экран, блок. На клавиатуре блоки на сайте можно посчитать так. На клавиатуре кнопка пэтчдаун, если на нее нажимаем, страница прокручивается ниже. Еще раз, еще ниже, еще, еще один блок. Вот так вот можно посчитать блоки на сайте. Перед вами сейчас открыта страница моего сайта. На этом лейдинге я предлагаю услугу по созданию сайта. На примере своего сайта и других сайтов, в этом видео будем разбирать, что должно быть на сайте, как должны располагаться блоки, и что быть на сайте не должно. Все эти моменты важны. Если мы будем делать неправильно, то и посетители наши будут уходить с сайта, не оставляя заявку. И давайте по порядку сверху начнем разбирать именно расположение элементов на лейдинге. Это очень важно. Как, что, где должно быть. Вы видите, слева в углу располагается логотип. Обязательно должен быть логотип. Не текст или логотип у вас совсем нет. Такого быть не должно. Логотип должен быть вашей компании, вашей фирмы. Если его нет, его надо будет придумать. Это графическая картинка, и логотип всегда в левом верхнем углу. Ни где-то еще, ни посередине. Логотип – это ваша марка, ваш бренд. И логотип также является элементом доверия. Что касается доверия, это на самом деле сейчас самый важный фактор. Человек, заходя на сайт, ища информацию, если он что-то хочет купить или узнать, человек боится сделать неправильный выбор. Человек боится быть обманутым. Так как в сети интернет очень-очень много людей, которые кидают других людей, обманывают. Поэтому тяжело нам, честным людям, что-то продавать. Человек, зайдя на наш сайт, он должен нам поверить, довериться нам. Дальше. Дескриптор. Дескриптор. И сразу пройдемся по терминологиям. Дескриптор. Лексическая единица. Слово. Словосочетание. Информационно-поискового языка. Служащее для описания основного смыслового содержания документа или формулировки. Другими словами, кратко, вы должны в дескрипторе указать, о чем ваш сайт. Чтобы человек, попадая на ваш сайт, сразу же натыкался и понимал, где он находится. Правильно ли он попал. Важно. Расположение дескриптора. Это может быть либо рядом с логотипом, либо под логотипом. В зависимости, как логотип выглядит. То есть, чтобы это на сайте красиво смотрелось и не занимало много места. То есть, если логотип у вас прямоугольный, высокий, шапка сайта, от этого тоже получается высокий. Значит, дескриптор обычно помещается справа от него. Шапка сайта. То есть, мы с вами начали разбирать верхушку сайта. Ее еще называют шапка сайта. То есть, в данном случае на моем сайте вот это и есть шапка сайта. И в шапку сайта обычно помещают логотип, дескриптор, кнопки, телефоны, имейлы, иногда меню. В данном случае меню у меня нет. Про меню поговорим позже. Далее вы видите, я расположил кнопку. По клику по кнопке у меня возникает всплывающая форма. Заказать звонок. Обычно эту кнопку помещают в самой правой части, вверху сайта, в шапке, рядом с телефоном. Так тоже можно делать. Но так как у меня здесь правый угол был занят, а здесь было пустое место, соответственно, я кнопку расположил посередине, чтобы вся шапка была занята. Иногда в пустое место, когда здесь достаточно много места, помещают меню. Если меню не умещается, меню помещают прямо под шапку. Дальше вы видите расположение у меня кнопок Viber и WhatsApp. Обратите особое внимание на этот момент. Никаких других больше социальных кнопок. Вы часто видели на сайтах, обычно в шапке размещают еще социальные кнопки, профили, где вы есть. Например, вы есть в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграм, в Фейсбук и так далее. Ни в коем случае не размещайте такие кнопки в шапке с сайта. Если вы хотите сообщить, что вы есть где-то в социальных сетях, это располагается в подвале сайта. То есть самая нижняя часть сайта. О ней мы тоже поговорим. То есть да, раньше, возможно, это было нормально. Но сейчас нельзя отсылать человека сразу с первого экрана куда-то на другой ресурс. То бишь это и ваш сайт, ваша социальная сеть или какой-то сторонний сайт. Ни в коем случае нельзя отсылать человека сразу же с первого экрана куда-то там. То есть социальные кнопки есть, не факт, что он по ним кликнет. Но если кликнет, человека перебрасывает на сайт социальной сети, это очень плохо. Ведь что такое лендинг, да? Это концентрация внимания. Это страница, которая должна сверху вниз ввести человека. И с каждым блоком заинтересовывать его, погружать его все больше и больше, чтобы он никуда не отвлекался. И основная цель лендинга заставить человека совершить целевое действие. Прочитав страницу, заинтересовав человека, чтобы он сразу что-то сделал. Например, оставил заявку. Скачал PDF-документ или скачал там бесплатный курс. Такие лендинги тоже бывают. Воронка лендингов, да? Или сразу купил или заказал через сайт ваш товар. Вот основной принцип. Никаких отсылок, никаких кнопок куда-то ведущих. Ни в коем случае этому не допускаем. Соответственно, здесь можно расположить, как у меня, именно Viber и WhatsApp. Все уже знают давно, что это бесплатные мессенджеры, где можно написать, позвонить. Соответственно, у вас на телефоне тоже должен быть установлен приложение WhatsApp и Viber. Вопрос только, нужно ли это располагать на версии компьютерной вашего сайта. Вы должны понимать, что есть компьютерная, планшетная версия и мобильная версия. Про мобильную версию отдельно мы еще поговорим. Это очень важная тема. То есть, что происходит человеку, если он пользуется этими мессенджерами? Ему очень удобно, например, с мобильного телефона он зашел на ваш сайт, заинтересовался вашим предложением с вашего сайта и сразу же нажал на кнопку WhatsApp или Viber. И человек автоматически перебрасывает в приложение, где он может сразу вам написать или прямо позвонить в этом приложении, бесплатно совершить звонок. Обратите внимание, внимательно на эти кнопки. Это максимальная конверсия. Итак, для тех, кто не знает, что такое конверсия. Конверсия в интернет-маркетинге. Это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия, скрытые или прямые указания рекламодателей, продавцов, создателей контента, покупку, регистрацию. Простым языком, к вам на сайт за сутки, например, пришло 100 человек. Из них один купил то, что вы предлагаете. Значит, конверсия вашего сайта равна 1%. Думаю, с конверсией вам понятно. Обязательно. Телефон. Телефон располагается всегда вправо в верхнем углу. Ни посередине, ни рядом с логотипом. Именно здесь его место. Здесь вы располагаете телефон. На моем сайте яркий пример, какой телефон не должен быть. То есть, по сути, вот это просто обычный мой телефон. Естественно, все люди понимают. Позвонив на него, скорее всего, у человека спишутся средства. Он может ведь позвонить из другого города, а это еще дороже. Соответственно, здесь, если вы занимаете бизнесом, вы должны купить телефон специальный с бесплатным звонком. Если по России это 8800. И если вы такой телефон поставите, это увеличит конверсию. И обязательно, если вы здесь поставите такой телефон, 8800. И внизу обязательно надо написать звонок бесплатный. Потому что вы удивитесь, но многие не знают, что 8800 это бесплатный звонок. То есть, на этот телефон можно позвонить бесплатно. Это очень сильно может увеличить конверсию. Обратите на это внимание. То есть, купить такой номер телефона, чтобы на него могли люди звонить бесплатно. Также можно указать время работы. Если время московское, то сокращают обычное МСК и время, когда вы начинаете работать и до какого часа вы работаете. Это тоже уместно. Это тоже можно в шапке сайта разместить. Также некоторые ошибки. Люди размещают здесь по два телефона. Этого не нужно делать. Также иконки. Иконка телефона или иконка почты. То есть, занимающая место на шапке. Этого тоже надо избегать. И так уже все знают, что это телефон и что это email, если он здесь в шапке присутствует. Также старайтесь не перегрузить шапку. Иногда вешают карту или адрес проезда прямо в шапку. Этого вы всего не делаете. И, соответственно, поставив кнопки Viber и WhatsApp, возможно, на компьютерной версии их ставить здесь не нужно. Но так как, если я сюда кликну, мне Opera скажет, что у меня не установлено приложение. Соответственно, у многих, скорее всего, на компьютере такое приложение не стоит. Возможно, есть смысл отсюда их вообще убрать и чтобы они отображались только на мобильной версии. Технически это можно сделать и любой новичок это сделает тоже, пройдя мой курс. Что мы еще с вами не разобрали по поводу шапки сайта? Обратите внимание, я прокручиваю сайт, а шапка статична. Это обязательный атрибут лендинга. Шапка должна быть закреплена. Чтобы у человека перед глазами были важные данные. То есть телефон и кнопка, например, заказать звонок, если она есть. Еще важный момент по телефону. Обратите внимание, что здесь не просто написан телефон, а он при наведении мыши, вы видите, мышка превращается в пальчик. Это говорит о том, что кликабельный телефон. То есть, если я зайду с телефона и нажму на телефон, у меня сразу пойдет звонок. То есть, клиент сразу мне позвонит. Это тоже увеличивает конверсию. Соответственно, это тоже технически надо сделать. Не просто написать телефон, а чтобы он был кликабельным. И подробнее еще поговорим про кнопки, которые вы располагаете. Кнопка должна быть интерактивной, чтобы человек понимал, что это кнопка. То есть, при наведении она меняет цвет. Пускай даже немного, но она меняет цвет. Также мессенджеры немного меняют цвет. Это тоже важный момент. Интерактивная кнопка. Что нужно поместить в форму, поговорим позже. Какие поля и так далее. Итак, мы с вами подобрались к меню. Какое меню должно быть именно на лендинге. В данном случае я в качестве примера на своем же сайте поместил меню. Вы сейчас это видите. Как бы это выглядело на моем сайте. То есть, где я это разместил. Соответственно, если я хочу, чтобы шапка располагалась так, то меню, соответственно, я располагаю ниже. Сразу ниже. И здесь важные есть моменты для тех, кто не знает. Сайты же бывают разные. Сайт лендинг продающий. Это всегда одна страница. Но бывают, конечно же, страницы дополнительные. Это страницы, например, конфиденциальности, которая, по сути, не видна на сайте. Ее видно только, если человек перейдет по ссылке. И страница благодарности. Страница спасибо. Это важные тоже страницы. Но, как правило, они скрыты. Их в меню нет. Соответственно, если вы увидите сайт какой-то в интернете, похожий на лендинг внешне, но у него вот эти менюшки, они ведут на внутренние страницы, то это уже визитка. То есть, это уже никак не лендинг. Лендинг всегда фокусируется все в одном. Он может быть супер длинный лендинг, но всегда одна страница. Запомните это правило. По поводу меню. Я видел много примеров непрофессиональных сайтов, где меню были слишком длинные. И даже делились на вторую строчку. То есть, не умещались в один ряд и делились на вторую строчку. Это делать нельзя. Это и некрасиво, и занимает много места. То есть, сами менюшки вы сокращаете максимально. Если у вас блоков на лендинге много, то, естественно, меню делаете сокращенное. То есть, делаете меню, чтобы прокручивало именно до самых важных блоков. То есть, на лендинге меню это вот так. То есть, это прокрутка. Просто прокрутка по странице. Никаких отсылок на какие-то сторонние, тем более, сайты. И никаких отсылок на внутренние страницы вашего сайта. То есть, меню вот такое и никак иначе. И я скажу еще один момент. Он не такой важный, но нам нужно стремиться к тому, чтобы сократить время для наших клиентов. Чтобы он максимально быстро нашел то, что он искал. Соответственно, о чем сейчас идет речь? Если я нажимаю, например, на отзывы прочитать, видите, как это все долго прокручивается к низу сайта. Это было прикольно, когда это только все зарождалось. Когда такое меню только появилось, то есть, именно с прокруткой, это было забавно смотреть, как сайт крутится вниз. Это было интересно. Сейчас никого этим не удивить. И это не нужно. То есть, нам нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку нас тут же перебрасывало на нужный блок без эффекта прокрутки. То есть, вот эта прокрутка, она тратит время. Гораздо будет правильнее, если мы сразу будем оказываться там, куда мы нажали. К тому блоку нас перекинуло. Я внес изменения на свой сайт, чтобы вам продемонстрировать это. Смотрите, я кликаю на отзывы, я тут же оказываюсь там. Кликаю портфолио, я тут же оказываюсь там. Преимущества тут же оказываюсь там. То есть, вот такого плана меню отлично подойдет. Для лендинга это все, что я хотел сказать именно в плане меню. И мы с вами подобрались сейчас к самому главному, к самому важному на сайте, именно к первому экрану, все то, что начинается после шапки, после меню. Давайте это разбирать. Это как раз-таки те самые 6 секунд. Это как раз-таки тот момент, тот крючок, когда вы сможете зацепить потенциального клиента из интернета, который к вам перешел на ваш сайт. Самое первое и самое важное, что должно быть у вас вот здесь. Сокращенно это называется УТП. УТП. Что такое УТП? УТП. Это уникальное торговое предложение. Почему я должен купить это сейчас? Почему я должен купить это у вас? Почему я должен купить это? И здесь на самом деле может быть достаточно все сложно. То есть УТП это основа всех продаж. То, что вы напишете в УТП, зависит напрямую, какая конверсия будет у вашего сайта лендинга. УТП – специальное предложение, ограниченное временными рамками, от которого клиенты не способны отказаться. Свой УТП нужно искать, нужно понимать боль рынка. УТП составляется от боли рынка. То есть в вашем УТП вы должны предложить решение проблемы, решение боли клиента. И УТП должно быть понятно, читабельно, за 6 секунд, чтобы человек понял, что вы предлагаете. Вы должны проработать ценность вашего продукта или услуги. Проработать уникальность. Чем вы отличаетесь от других 10 или сотни сайтов конкурентов. Здесь еще сложность зависит, идут заявки к вам или нет, от пережатости ниши. То есть от слишком высокой конкуренции в интернете. То есть бывают такие ниши, где очень высокая конкуренция и двигаться очень тяжело. Вы просто не можете предложить что-то лучше других людей, например. То есть вы не можете себе это позволить. Чтобы вы отличались, это, возможно, какая-то, может быть, сильная акция, которая, например, вам не выгодна. Но с этой бы акцией, например, ваш бы сайт хорошо продавал. Или какой-то подарок вы дарите, если человек купит сегодня у вас, опять же, потянете ли вы эти подарки, чтобы вы смогли подарить, да, то есть приобрести эти подарки, подарить, то есть финансово не будет любить это по карману. И раз уж зашла речь сейчас о тексте на сайте, стоит сказать, что когда вы составляете, или кто-то для вас составляет вообще весь текст для вашего сайта, перед публикацией вашего сайта в люди, проверяйте ваш сайт, так называемый бабушка-тест. Все, что вы пишете на сайте, проверяйте, чтобы бабушка, например, родственница какая-то, могла прочитать и понять, о чем вы пишете на сайте. Или семилетним ребенку, чтобы он понял, что у вас написано. Каждое слово на вашем сайте на вес золота. В среднем на вашем сайте человек проводит 30-40 секунд, а за 10 секунд вы должны захватить его внимание и объяснить ему свое УТП. Что еще касаемо текста? Будьте осторожны с длинными текстами. Большие тексты читать не хочется. Разбивайте текст релевантными картинками. Релевантными, то есть соответствующие вашему тексту, вашей теме, вашему бизнесу. Сокращайте, убирайте водянистые фразы. То есть ваше УТП, его местоположение обязательно, всегда наверху. Как правило, это первый заголовок. Он всегда крупнее любого другого текста на вашем сайте. И всегда он прямо под шапкой. Ни где-то внизу, ни где-то в середине. Он всегда наверху. Если вы в тупике, если вы затрудняетесь, знаете свой рынок, чем вы занимаетесь, но все равно затрудняетесь составить свой УТП, возможно, вам поможет некая технология, которую называют 4U, если вы о ней не слышали. В чем его принцип этого инструмента, 4U-заголовка? В том, что там есть некий крючок, который психологически подсаживает потенциального клиента на интерес, чтобы у человека загорелся интерес именно к вашему продукту. То есть продукт, например, на рынке много, но он заинтересовался именно с вашего сайта. Как это выглядит и как он вообще составляется? То есть 4U, значит, заголовок делится на 4 составляющих. 1. Полезность. Вы должны рассказать о полезности вашего товара, услуги. То есть какую пользу вы предоставите вашему клиенту. 2. Специфичность. Насколько это выгоднее, лучше, быстрее, дешевле и т.д. В деньгах, цифрах, процентах и т.д. 3. Срочность. За какой промежуток времени клиент это получит. 4. Уникальность. С помощью чего вы это сделаете? Или уникальность данной выгоды по сравнению с аналогами? Эту информацию не я придумал. Сейчас перед вами вы видите сайт. Вы можете туда перейти, чтобы не говорили, что я это слезал. Это в публичном доступе. Это сайт, даже генератор таких заголовков. Вы можете просто здесь вбить части вашего текста, вашего ТП и нажать «Получить заголовок». И он у вас здесь сложит внизу текст вашего заголовка. И наглядный пример живого сайта лендинга по поводу заголовка, где проглядывает 4U. Вот смотрите, заголовок этого сайта. Подберем лучший автомобиль с пробегом. Дешевле на за 3 дня. То есть это срочность, да? Комплексные профессиональные проверки каждого авто. То есть не бойтесь писать большое УТП. То есть вот это все по сути такое УТП. Длинное предложение. И таких примеров в интернете очень много. Надеюсь, с УТП вам все понятно. Мы с вами движемся дальше. Первый экран. Визуально разделим наш экран на две части. Слева вы видите какой-то текст. Потом лид форма. Здесь картинка человека или того товара, что вы предлагаете. Сзади может быть, то есть на заднем фоне, это может быть заливка, градиент, картинка. Ну, соответственно, если это картинка, вы должны понимать, чтобы эта картинка не выходила на передний план. То есть такую картинку, как правило, затемняют, засветляют, чтобы она была просто на фоне. Или вот такого элемента дизайна, когда просто идет такая волна синяя и сзади еще белый цвет. И давайте подробно здесь поговорим. Следующее немаловажное после УТП так называемый call to action или призыв к действию. Призыв к действию обычно располагается рядом с формой или на самой форме. То есть смотрите, вот этот текст, это и есть призыв к действию. И здесь тоже есть о чем поговорить. Здесь не просто так все. У меня написано, закажите сайт сегодня, и вы получите мощную защиту от взлома и спама на ваш сайт бесплатно. Очень сильно работает, если вы можете предложить какую-то акцию, призыв к действию. То есть получается у нас вот это призыв, а действие человек совершает вот в этой лид-форме. Об форме поговорим чуть позже. Здесь есть важный момент. Смотрите, вы должны написать call to action так, чтобы человек понимал и был вынужден, по сути, заказать сегодня или сейчас. То есть если у вас будет достаточно неплохой призыв к действию, но не будет здесь типа сегодня или только сейчас, или предложение ограничено, тогда человек может ознакомиться с вашим сайтом неторопливо. Например, ему прямо сегодня не нужно это покупать. Закроет сайт, сохранит в закладке, а потом через какое-то время, месяц, два или полгода захочет вернуться и уже совершить с вашего сайта покупку, он может потерять, например, за это время ваш сайт, и все, этот клиент потерян. Здесь обязательно нужно писать, чтобы у человека не оставалось шансов, чтобы он купил им на сегодня. То есть закажите сегодня. То есть если ты закажешь завтра, ты не получишь такой бонус. Ну их или хорошо всегда работает на всех людей эта акция. То есть в призыву к действию вы используете какую-то акцию. Но только знайте, здесь тоже есть свое правило. Нельзя делать акцию на все всегда. Это будет вызывать подозрения. Акция должна всегда быть привязана к чему-либо, ко времени или к какой-то вещи. Например, весенняя распродажа или черная пятница. И в таком духе. То есть акция краткосрочная. Осталось несколько дней и так далее. До конца акции. То есть здесь нужно также прорабатывать призыв к действию. Движемся с вами далее. Лид форма. Лид форма – это форма сбора контактной информации потенциального клиента. Форма захвата является одним из важнейших элементов конверсии. Вы понимаете теперь, что такое лид форма или просто форма. И здесь есть тоже о чем поговорить. Какие данные вам нужно собирать и что писать на кнопки. Это все важно. Давайте начнем сверху. Смотря какая ваша лид форма и какие данные вам нужны. Но знайте правило, что здесь, когда вы ставите поля, где нужно заполнить эти поля человеку, не больше трех полей. То есть если вам важно, чтобы человек оставлял телефон, значит вы делаете поле для ввода телефона. Если вам поле имя не особо важно, вы это поле убираете. То есть в идеале конверсия зависит даже от таких мелочей. Если вы оставите только одно поле, например, введите ваше мейл, и сразу будет кнопка, например, получить консультацию, даже это приводит к максимальной конверсии, к высокой конверсии. И лид форма всегда в первом экране должна быть. Всегда. Она может повторяться. То есть где-то внизу какая-нибудь акция и еще одна лид форма. Но первая форма всегда на первом экране просто должна быть обязательно. Просто потому, что на всех других экранах, даже на втором экране, она конвертирует меньше. Вот и все. Соответственно, здесь собирайте данные не больше трех. Как правило, это два. Введите ваше имя, введите ваш имейл, или введите ваш телефон. Соответственно, про важность полей. В формах обычно можно настраивать, чтобы это были обязательные поля. То есть, чтобы человек их не мог пропустить. Это важно для вас, но не все поля надо делать обязательными. В моем случае важные поля это введите имейл и имя. А соответственно, напишите ваш вопрос. Человек, в принципе, может это поле пропустить. То есть он может его не заполнять. Нажать на кнопку получить консультацию, и эта форма будет отправлена. То есть я получу эту заявку. И в наше время, когда вы делаете сайт, я вас прошу не забывать о законе. Всегда должна быть стоять вот такая вот ссылочка, чекбокс, согласие на обработку персональных данных. И не просто этот текст, а эта ссылка, ведущая на внутреннюю страницу данного сайта с этой, по сути, политикой конфиденциальности, которую вы можете скачать в интернете и свои данные подставить. То есть человек не может отправить форму, пока не поставит эту галочку. Закон таков, что если такого нет на вашем сайте, то штраф около 300 тысяч рублей. Они, конечно, дадут вам шанс исправиться, но проблемы могут быть. Поэтому я вас, как профессионал, предупреждаю об этом. Всегда нужно размещать внизу. Обычно это размещается под всеми полями. В зависимости от формы, что вы используете, если вас мучают спамом, можно использовать капчу. Это капча от спама. Третья версия от гугла. У меня стоит, потому что мне сыплется спам. Когда капча стоит, спама нет. Ну то есть вот эта капча, она дизайн, конечно, портит. Если у вас спама нет, не используйте капчу, не ставьте ее, чтобы она не портила внешний вид и не отпугивала реальных людей. Еще есть такая невидимая функция. В этой форме у меня ее нет, но в других формах это бывает. Невидимая функция, то есть это дополнительное поле, которое видят только боты, то есть роботы, которые производят спам. Если они это поле заполняют, система понимает, что это бот и просто не дает отправить спамное сообщение вам. Соответственно, визуально вы на сайте никак это не видите и спам вам не приходит. Идеальный вариант, но не на всех формах это есть. Я немножко отвлекся в техническую часть. Продолжаем с вами разбирать продающий лендинг. На кнопке очень важно. Кнопку старайтесь делать именно желтого цвета. Красного цвета я видел, делаю кнопки. Красный это цвет тревоги. Отпугивающий такой цвет. Его не надо использовать. Если в дизайне желтый не используете, попробуйте какой-то там зеленый, синий. По дизайну смотрите на вашем, но не красный и не черный. Также кнопка интерактивно должна быть. При наведении она меняет цвет. И очень важно, что вы напишите на кнопке. Пожалуйста, не пишите купить. То есть вот так вот грубо в лоб. Не предлагайте потенциальным клиентам с первого экрана у вас что-то купить. Как правило, человек не готов купить сразу, когда он попадает к вам на сайт. Он сначала совсем ознакомится. Соответственно, здесь надо писать типа такой фразы «Получить консультацию». Это гораздо лучше работает. Человек это не отпугнет, что он уже идет покупать. Возможно, у человека есть дополнительный вопрос. Возможно, тем, чем вы занимаетесь, в любом случае будет вызывать вопросы, и человеку будет гораздо лучше получить консультацию. Вы начинаете с ним общаться, переписываться, созваниваться, и, возможно, вы таким образом уже в дальнейшем продолжите. Зацепите его, он будет вам уже доверять, потому что по общению с вами он поймет, что вы реальный человек, что вы сделаете все качественно, то, что вы предлагаете на своем сайте. Поэтому не пишите на кнопке «Купить». Лид-форма должна быть в открытом виде. То есть вот как сейчас вы видите у меня. То есть обычно еще бывает кнопка висит, и получить консультацию. Человек туда кликает, а только после этого возникает поля, куда нужно заполнить данные, нажать еще раз на кнопку «Отправить». Этого делать не нужно. Зачем столько действий? Человеку сразу надо показывать, что от него требуется. Маска полей. То есть когда пишут телефон, и здесь подставляется 8, там 8, видите, плюс 7, и номер. То есть лишняя нагрузка на сайт, вот эти маски ставить вообще не нужно. То есть если вот просто текст у вас написан, никаких масок делать не надо. И очень важно тоже писать, как у меня написано в полях. И я видел на сайтах ваше имя. Прямо в поле написано. Если вы знаете, есть такой инструмент Яндекс.Метрика. И там есть такой инструмент WebVisor. Это записанное видео, как пользователь ведет себя на сайте. То есть человек, когда смотрит, как вообще идут ли продажи, не идут, он смотрит на разные показатели, изучает. И соответственно смотрит WebVisor. И очень часто люди на этом этапе, на этой моменте, где написано введите имя, они реально тормозят. То есть видимо не понимают, что в этом поле нужно сделать. То есть есть такие люди. Вы должны охватить максимальное количество людей. Поэтому надо человека ввести. Поэтому в поле всегда пишите полностью. Введите ваше имя. Введите ваш e-mail. И так далее. И что должно произойти с человеком, когда он заполнит и отправит форму. Давайте посмотрим наглядно. Я заполнил форму и нажимаю получить консультацию. Сообщение отправляется. И меня автоматически перебрасывает на заготовленную мной страницу, страницу благодарности. Точно так же у вас должно быть. Обязательно поблагодарить человека и написать такого рода текст. Я свяжусь с вами в ближайшее время. Время-то такое-то. И здесь нужно человеку что-то такое интересное предложить, если у вас есть что предложить. А пока посмотрите видео. Живой частный вебинар для клиента по эксплуатации сайта. То есть для меня, для моего сайта, это нормально. Для вашего бизнеса, чем вы занимаетесь, вы продумайте, что это может быть. И здесь видео онлайн. Человек может посмотреть живое видео, где он услышит меня, клиента, как я клиенту объясняю, как пользоваться админкой сайта. Это тоже вызывает доверие. Пока он отправил заявку, это не значит, что он готов купить. Но посмотрев это видео, то есть на странице спасибо, у вас есть шанс еще, так сказать, добить клиента, чтобы у него не было шансов. И он вам доверился безгранично. И, соответственно, здесь же можно указать, что вы в социальных сетях. И интерактивные кнопочки, ведущие на вашей социальной сети, где вы есть. Где человек обязательно, потенциальный клиент, перейдет по ним, увидит, что вы живой, что вы настоящий, что вы не обманете. И будет вам доверять еще больше. Следующий, давайте немаловажный, разберем элемент, это картинка, которая находится рядом с лидформой. Здесь на самом деле тоже важный момент конверсии. В данном случае уместно, что я создаю сайты и я себя разместил в качестве триггера доверия, что я вот везде, что я открыт, что везде мои фотографии, все мои контакты на виду, что я не обманщик, нигде не прячусь. Соответственно, это элемент доверия и я поставил здесь себя. И обязательно стою и указываю руками на лидформу. Если у вас, в вашем случае это неуместно, здесь может быть картинка вашего продукта, чем вы торгуете или что вы предлагаете. Если нет продукта, это какая-то услуга, то попробуйте разместить девушку, которая в руке держит папку, на папке размещен логотип вашей фирмы и девушка рукой указывает на лидформу. Это позволит конверсии быть еще выше. И если вы спросите у меня, что лучше разместить, картинку какого-то предмета, продукта, чем вы торгуете, или живого человека, то лучше размещать здесь реально человека. Это работает лучше. Как еще можно оформить первый экран? Что можно также здесь включать? Я покажу вам пример другого лендинга, который вам показывал. Буллеты – это преимущество, чем вы занимаетесь. Обычно это сопровождается иконка, картинка и краткий текст. Вот в данном случае на первом экране вы видите вот здесь вот внизу так называемые буллеты, да? То есть все важные моменты, что вы можете дать, предоставить вашему потенциальному клиенту. Соответственно, все вот эти моменты, они могут быть разжеваны, более красиво расписаны ниже в других блоках. Вот другой пример лендинга, где используются буллеты в первом экране. То есть кратко о преимуществах. Теперь, что делать категорически нельзя? Что – прошлый век? И что часто люди любят устанавливать? Это слайдер. То есть переключающийся к красивой картинке со стрелками, вот как сейчас вы это видите, анимационно, с выезжающим текстом, там может быть даже с выезжающей формой, лид-формой, вот такого плана. Ни в коем случае не делайте такой слайдер в первом экране. Это – убийца конверсии. Это – прошлый век. Должна быть одиночная статичная картинка на первом экране. Мы с вами разобрали первый экран. Что же делать дальше? И как себя ведет посетитель на сайте, который попал на ваш сайт и заинтересовался вашим уникальным предложением с первого экрана? Какие его действия? Что он делает дальше? А дальше он не оставляет заявку в форме с первого экрана. Он просто запоминает, что она здесь есть. И он вернется к ней, если окончательно решит заказать или получить консультацию. То есть, если человек посмотрел в первый экран и не ушел с сайта, он начинает прокручивать сайт вниз и смотреть информацию дальше. И дальше расположение блоков, порядок блоков тоже важен. Что нужно разместить во втором экране? Идеальный вариант второго экрана. Второй экран по правилам построения лендинга интернет-маркетинга должен быть посвящен причине купить именно у вас. Почему вы? Сделать это можно в виде кейсов. Например, шесть человек, которые достигли успеха после приобретения ваших товаров, услуги, с их фотографиями и ссылками на их соцсети. Это приведет к максимальному доверию ваших потенциальных клиентов. Поясню. Если вы только начинаете, это сделать будет достаточно проблематично. Например, вы только запустились, у вас еще никто не купил, и где же взять этих людей? Ни в коем случае не надо фейковые делать блоки. Не обманывайте людей. Это все равно рано или поздно всплывет. На тот момент, пока у вас нет клиентов, которые бы могли похвалиться результатом, мало того, купить товар, он должен его освоить, применить. То есть должно пройти время, прежде чем он похвалится своим достижением, которое он там получил за счет вашего продукта. И до тех пор вы размещаете, как и все. То есть я это разместил на самом деле третьим блоком, просто у меня не уместились буллеты. У меня второй блок получается, какой сайт вы получите, и краткое преимущество, что входит, да, что получит человек, какой сайт он получит. По идее, второй экран, вот, пять причин, почему мне доверяют. Это то же самое, что пять причин, почему мы. И здесь как раз таки нужно все очень красиво расписать. Тоже в виде буллетов. И чем лучше вы отличаетесь вот этим блоком от ваших конкурентов, то есть чем слаще, чем интересней пять причин, почему вы. То есть представьте 100 конкурентов, и приблизительно у них все то же самое, те же причины, то здесь этот блок может у вас не сработать. Соответственно, такие причины вы не можете, например, найти. Это достаточно сложно, как я уже говорил, если ниша ваша пережата конкуренцией. Еще вторым блоком можно разместить акцию, то есть выделить целый блок под акцию вторым экраном, если вы располагаете интересным предложением. И опять же, эта акция, она сработает только в том случае, если вы лендинг после запуска стали продвигать. То есть купили рекламу на лендинг, чтобы переходили посетители прямо с рекламы, например, Яндекс.Директ. Если просто сайт будет висеть в интернете, вы сами понимаете, из-за конкуренции, других факторов, то есть вы сайт только запустили, домен молодой и много-много чего еще, никто лендинг ваш сайт не увидит. Тут, конечно, идет само собой разумеющееся, что вы после создания лендинга запускаете рекламу обязательно. И чем хороша акция? Во-первых, акцию можно разместить вот где здесь у меня заказать звонок. Вместо кнопки это место можно потратить, например, на какую-то яркую картинку с информацией об акции. Это может быть кнопкой прокруткой вниз до блока акции, например. То есть кликаю сюда и прокручиваете сразу так на второй блок, где акция. Акция хороша для горячего трафика. То есть это для тех людей, которые ищут информацию, товар, услугу, которые готовы купить сейчас прямо. Так называемый горячий трафик. Вот для этих людей эта акция сработает хорошо. Если они попали на ваш сайт и сразу же заинтересовались с первого экрана, со второго экрана увидев акцию, этот человек, скорее всего, уже ваш. Он, скорее всего, приобретет у вас товар, услугу и так далее. И давайте не будем забывать о видео. Видео очень хорошо работает. Скажем, покажу вот этот свой блок. Не обращайте внимания на заголовок, а видео может быть на втором экране. Опять же, как это видео сделано? Если это видео сделано очень качественно, короткое видео, там, например, не больше 3-5 минут, которое красиво и очень понятно раскрывает ваш товар, услугу, показывает преимущество в этом видео. И в видео показано, как решить, там, я не знаю, боль клиента и универсальность, и то, что вы лучше своих конкурентов. То есть от видео тоже зависит. Видео хорошо смотрит, и видео хорошо может сработать. Не забываем об этом. И если такое видео есть, его можно расположить смело на второй экран. Опять же, перед видео какой-то заголовок нужно здесь тоже продумать. Движемся с вами дальше. Какие блоки важны? Давайте также разберем на моем примере. И какие блоки подойдут именно для вашего лендинга, для вашего продукта, услуги. Следующий блок, который мы разберем, этапы работы. Этот блок не везде может подойти. Здесь вы должны понимать, нужен ли такой блок, такая информация именно для вашего лендинга, для вашего товара-услуги. Что дает этапы? Страх неизвестности. А когда есть шаги, этот страх улетучивается. То есть первое действие, вы делаете это, второе вы делаете это. То есть просто по шагам разжевывать, что нужно всего 5 шагов, чтобы достичь цели. Ну или 4. И что важно учитывать в таком блоке, как этапы работы или шаги. Здесь человек должен увидеть, где деньги. То есть когда здесь просто расписаны шаги, и человек не видит, где есть деньги, то есть где он должен оплатить, где он что должен сделать, этот блок будет бесполезный. У меня яркий пример, что на втором шаге я показываю, что нужно произвести предоплату в 50% от стоимости, и вторую часть средств за услугу, за разработку сайта. Человек оплачивает после того, как сайт полностью будет готов. Оплачивает сайт и готовый сайт, который он уже увидит, который ему уже нравится, я ему этот сайт передаю. То есть передаю все пароли, доступы, и он уже может этим сайтом владеть. То есть вот такой блок нужно размещать, только если вы видите, что он действительно подходит для вашего сайта лендинга, для вашего товара, услуги. Не надо просто так его клепать, если вы не видите в нем смысла. Просто дальше мы с вами уже сейчас разбираем блоки, которые кому-то подойдут на лендинг, а кому-то будут лишними. Здесь нужно уже конкретно разбираться. И дальше уже порядок блоков здесь уже не столько важен. Например, скажем, блок отзывов или карта, как нам проехать офис, мы сейчас с вами об этом поговорим еще. Это размещается обычно в самом низу сайта. Следующий блок – это портфолио. Если вам есть что показать, ваши работы, например, вы делаете ремонт или делаете дизайн квартиры, там оформляете кухню и так далее, или собираете кухонные гарнитуры, все в этом духе. Ну и также создаете сайты, например, и рекламируете сайты, которые вы уже сделали. Это тоже хорошо работает. Это фактор доверия. Человек может посмотреть, и человеку через ваши работы поймет, что вы мастер и что вы нравитесь. То есть, ваши работы, как дизайнер, например, нравится. Это очень тоже важный момент. Видео таких боксов, например, это фотография, при клике фотографии открывается в весь экран, некая галерея. В данном случае это презентация готовых шаблонов. Я так об этом и пишу. То есть, это не мои работы. Я не обманываю. В вашем случае это может быть в виде портфолио. Я движусь дальше по своему лендингу. У меня он небольшой. И вот этот блок отзывы клиентов. Это на втором или третьем месте по важности для любого лендинга. Блок отзывов должен быть на всех лендингах. Чем бы вы ни занимались. Потому что это один из самых крутых факторов доверия ваших потенциальных клиентов. Но тут есть момент. Нужно понимать, как правильно оформить этот блок отзывов, чтобы люди вам поверили, доверились вам и начали заказывать у вас товар, услугу и так далее. И сейчас я расскажу, как нужно оформлять блоки отзывов. Также вы можете их видеть, перейдя на мой сайт. Забудьте про отзывы в текстовом виде. И естественно, ни в коем случае не пишите фейковые отзывы. Не обманывайте людей. Не пишите отзывы сами. Возможно, вы видели, что в интернете есть даже услуга заказать отзывы. Потом я сам видел услугу и мне предлагали заказать видео отзывы. Не так давно стали популярны видео отзывы. И эти видео отзывы действительно внушали доверие у людей. Но потом люди тоже стали в этом разбираться. И многие знают, что видео отзывы могут быть фейковыми. И их могут заказать. То есть заказать отзывы, видео на заказ. И поместить на сайт, как будто это действительно ваши клиенты. Ни в коем случае этого не делайте. Действительно нужно попросить ваших клиентов, чтобы они записали для вас видео отзыв, если это возможно. Два клиента у меня уже видео отзывы записали. Я жду еще несколько. Как будут готовы, также размещу на сайт. И теперь внимание к деталям. То есть помимо того, что я могу запустить видео отзыв прямо с сайта, сами видеоролики залиты на YouTube, здесь располагается информация о данном человеке. И здесь нужно максимально подробно представить человека, который заказал у вас услугу или купил товар, который оставляет у вас отзыв. То есть фотография данного человека, как его зовут, вот вы видите это у меня, сколько лет, где он живет, его сайт, телефон рабочий и действительно никакой липы. То есть вы должны попросить, если человек как бы не дает информации, значит у других клиентов просите, кто даст вам всю эту информацию. Телефон реальный рабочий этого человека. То есть по идее, мой клиент, если захочет проверить, он может позвонить по этому телефону и убедиться, что этот человек реальный и даже по телефону он подтвердит качество работы моей сделанной, то есть как он доволен и так далее. Потом, фактор доверия, то есть Николай, мой клиент, в социальных сетях, в Одноклассниках, Инстаграм, ВКонтакте, популярные соцсети. И действительно, если человек кликнет по этим кнопкам, он попадет на страницы соцсетей в профиле данного моего клиента. Соответственно, следующий отзыв оформлен абсолютно так же, только с другими данными, потому что, соответственно, человек другой здесь. Но здесь еще один есть важный момент. Помните, я вам говорил про отсылки. Нельзя, чтобы человек даже в конце лендинга, то есть у меня это уже конец лендинга, низ сайта, дальше идет у меня подвал, то есть самый низ сайта, называется подвал. Даже дойдя до самого низа, вот эти ссылки, то есть сайт клиента, товар лицом, именно то, что я сделал, то есть человек посмотрел отзыв, посмотрел, что человек реальный. Осталось посмотреть воочию, что я сделал, какой сайт я сделал. И я оставляю ссылку на данный сайт рядом. И не просто в текстом виде, а чтобы было удобно человеку, уже моему следующему клиенту, кликнуть на эту ссылку. Но нам нужно сделать так, чтобы человек не уходил с нашего лендинга, но и при этом посмотрел сайт, который я сделал для другого клиента. И смотрите, что я сделал. Кликая по сайту, во всплывающем окне открывается сайт клиента. При этом, обратите внимание, на заднем плане мой сайт не закрывается. Человек спокойно может промотать сайт, открыть на весь экран, закрыть вкладку с сайтом и при этом остается на моем лендинге. Это очень важный момент. Чтобы не потерял сайт и не ушел с вашего сайта и остался на сайте. может быть я слишком придираюсь к деталям и если человек уже смотрит отзывы и даже перейдет по ссылке и ссылка откроется в новом окне, человек, конечно, не потеряет мой сайт, но лучше подстраховаться и сделать вот так, чтобы ссылки открывались именно в модальном окне. Соответственно, здесь все то же самое. Еще вы можете написать такую информацию, узнав у своего клиента эту информацию, если он вам ее такую предоставит. Николай 55 лет, отец двоих детей и работает там специальность певец. То есть вот этот сайт это музыкант у меня. Здесь, например, Александр предприниматель. То есть дополнительную информацию, если хотите и вам ее предоставят, это будет только плюсом, если вы здесь ее расположите. Это что касается отзывов. Никаких текстовых отзывов. Они не работают уже давно. То есть они будут бесполезны провисать на вашем сайте. Если только человек, клиент предоставит вам и видео, и еще и текстовом формате, то здесь можно сделать ссылочку во всплывающем окне и написать, что человек там написал даже, например, стих, насколько он доволен моей работой, что он сочинил стих для меня и написал стихи про меня и про мою работу. Но это я уже сейчас так фантазирую. Если такое будет, конечно же, вы не будете это игнорировать. Если такое действительно будет, то это надо тоже разместить на сайте, потому что этот человек написал от души. Даже это может быть не стих, а просто еще в текстовом форме отзыв. Человек сам проявил желание и записал вам и такой отзыв, и такой отзыв. Конечно, такие отзывы тоже располагаете на сайте. И раз уж мы с вами подобрались в самый низ, это, конечно, еще не все. Дальше мы сейчас с вами поговорим, какие блоки бывают на лендингах, какие могут подойти. То есть, например, многие блоки мне сюда не нужны, не подойдут, но вы должны знать, какие они бывают и как они хорошо могут работать на вас. Я буду их перечислять. Но пока мы с вами дошли до самого низа, до подвала, в подвале информация должна быть такая. Обычно здесь бывают копирайты. Год создания, год управления вашей фирмы и так далее. Информация, какие-то ключевые слова, логотип. Если вы ООО или предприниматель, там, ННН, вот эти все вещи, их все обычно в подвале предоставляют. Это тоже фактор доверия. Видно, что вы официальное лицо и это тоже работает на вас. Это ваш плюс. Потом, если есть какие-то такие, типа, сертификаты качества, которые выданы вам государством или какими-то специальными службами. Это такой лист, бланк А4 с печатью и так далее. Небольшими картинками здесь в подвале их можно расположить, но при клике они должны увеличиваться в лайтбоксе. Это тоже надо сделать, если таковые имеются. В подвале социальные кнопки. Здесь социальные кнопки открываются в новом окне, не во всплывающем. Это нормально. То есть, где вы есть в социальных сетях. Продублировать почту. Почта должна быть кликабельна. Телефон кликабельный. Почта также откроется в новом окне, и человек может сразу мне написать. И продублировать кнопку «Заказать звонок». И давайте поговорим про кнопку «Заказать звонок», которая всплывает. Тут тоже форма, я о ней не поговорил еще. Здесь не надо ничего выдумывать. Как я уже говорил, человека нужно вести. То есть, во всплывающем окне в форме нужно примерно так же написать. Заполните форму, чтобы заказать обратный звонок. Что-то в этом духе. Не надо ничего. Тут как-то сложно писать или что-то выдумывать. Небольшой текст. Также необходимые поля. Не больше трех, лучше два. А еще лучше одно поле. Там, введите ваш телефон, раз это заказать звонок. Обязательно продублировать согласие на обработку персональных данных. На любую вашу форму везде должен быть этот чекбокс. Ну, капча по желанию, если сыплется спам. Кнопка такая же. Заказать звонок. Текст тот же, что и на этой кнопке, и на этой кнопке. Соблюдаем все это, все это делаем. Экран немножко затемняется, появляется форма. Обязательно крестик закрыть, если человек вдруг передумает. Все это должно присутствовать во всплывающей форме заказать звонок. Теперь давайте пройдемся по блокам. Какие они бывают, и для каких случаев они подойдут. То есть, для какой продукции или услуги они могут подойти. То есть, они подходят не всем. Соответственно, до этого я перечислил самые распространенные блоки, которые могут подойти любому бизнесу на лендинге. И, например, такой немаловажный блок, как до и после. Интересный пример, который позволяет показать через результат использования вашего продукта. То есть, это очень классный момент, когда показываются несколько примеров, как было и что получится после применения вашего продукта. В данном случае, например, это реклама либо макияжа, искусства макияжа, то есть, также через лендинг можно продвигать услугу макияжа. Или это может быть какая-то косметика, то есть, продажа косметики через лендинг. То есть, за счет такой косметики вот такой может быть результат. Это просто пример. На самом деле, это можно применить также ремонт квартир или дизайн квартир, да, и так далее. То есть, как была квартира, И как стало после вашей работы. То есть это очень важный момент. Продумайте его, подойдет ли он для вашего лендинга. Следующий блок, который я хочу рассмотреть, это блок каталог. Если есть варианты продукта, комплектация, можно это показать в виде каталога. Здесь есть очень важный момент, не путайте. Это могут быть варианты или комплектация одного вашего продукта, разновидность. Если у вас серия, линейка разных продуктов, ни в коем случае нельзя их рекламировать на одном лендинге. Вот здесь как раз таки человек может потеряться. У лендинга задача одна, вести человека, как я уже говорил ранее, совершить целевое действие. Нельзя, чтобы человек сомневался или как-то дать ему выбор какой-то. То есть здесь нужно понимать, для каждого разного продукта вы делаете отдельный лендинг пейдж. Каталог подойдет только, если это только разновидность или комплектация одного продукта. Если такова имеется, это можно отобразить в виде каталога. То есть примерно это так может выглядеть. Это пример из какого-то лендинга в интернете. И с кнопкой, всплывающим окном, заказать под каждой комплектацией или разновидности вашего одного продукта. Здесь тоже надо продумать. Следующий блок. С нами работают заголовок, например, или нам доверяют. То есть смотрите, этот блок подойдет только в том случае, если действительно есть какие-то узнаваемые бренды, логотипы компаний, какие-то известные, которые действительно с вами работают. Если таковые имеются, то конечно этот блок нужно отобразить. Как правило, это заголовок, возможно подзаголовок и просто потом идут вот так вот логотипы популярных компаний, брендов, которые вы у себя отобразите на сайте. Все эти блоки, которые я перечисливаю сейчас, это эти блоки, как правило, их располагают уже в нижней части вашего лендинга. Это тоже может стать фактором доверия. Вот этот блок. Возможно будет правильно на вашем лендинге где-то внизу разместить блок вопрос-ответ. То есть сразу идут популярные вопросы, распространенные, которые часто вам могут задавать. И сразу вы даете ответ развернутый. Таким образом вы можете избежать лишних каких-то вопросов. Человек сразу будет понимать, получать ответ уже готовый. Тем самым этот блок может полезен быть для вас. Здесь нужно продумать, нужен такой блок вам на сайте или нет. Важный блок гарантии. Наверное, для любого лендинга такой блок будет необходим. Понятное дело, если вы официально занимаетесь, гарантия, наверное, есть практически у любого продукта. Но все равно нужно показать ее. А если есть у вас какие-то особенные преимущества в виде гарантии, это могут быть также какие-то дипломы, сертификаты качества. Это все нужно трубить об этом, показывать на лендинге, что у вас это все есть. Показать преимущество вашей гарантии в виде текста, в виде каких-то бланков. Это нужно показывать обязательно. Гарантия это очень мощный фактор доверия. Такой блок располагается обычно где-то в нижней части сайта. Также еще надо подчеркнуть, я об этом не сказал. Если вы показываете блок «Почему мы?» или как-то его по-другому можно назвать. Люди верят цифрам. Нужно показать в цифрах объем работы, сколько сделали, ваш стаж. Вот примерно как сейчас на скриншоте, что-то подобное можно делать тоже. Ну и блок контактов именно в виде карты. Обычно в нижней части лендинга размещают вот такую интерактивную карту, либо Яндекс, либо Google, где на карте показан проезд и стоит маркер над вашим офисом или складом, то есть как вам проехать. Вот это тоже может быть сильным фактором доверия. Человек будет видеть, что вы действительно есть, адрес он сможет туда-либо съездить, либо как-то это проверить, что там действительно ваш магазин, офис и так далее. То есть вот такой блок, если у вас действительно есть оффлайн, склад, офис, магазин, обязательно тоже в нижней части сайта, обычно прямо в самом низу перед так называемым подвалом, обычно размещают вот такую карту. Если это есть, вы размещаете карту. Если нет офиса физического, никакого склада, то такую карту вы не размещаете. И частый вопрос, после того, как мы с вами пробежались по основным блокам, у вас может звучать так, а сколько, ну позволительно, есть ли ограничение на количество экранов или блоков на одном лендинге? То есть какой длины он должен быть? На самом деле здесь есть некий момент, что лендинг не должен превышать 7 экранов, 7 блоков. Такой лендинг мало кто может досмотреть до конца, да? Могут и просмотреть, а могут и нет. Ну это еще вопрос скорости сайта. То есть здесь нужно уделить отдельное внимание, это уже техническая сторона при создании лендинга. Нужно позаботиться о том, чтобы ваш лендинг, ваш сайт быстро загружался у конечного пользователя. Потому что это, наверное, самое важное, если человек может просто не дождаться загрузки вашего сайта, например, слабый интернет через мобильное устройство, и уйти дальше, искать информацию. Таким образом вы теряете клиента, да? Это как раз-таки влияет на скорость. То есть количество блоков, чем длиннее лендинг, понятное дело, тем тяжелее будет сайт. Если вы, конечно, не используете какой-то специальный мощный сервер. Не просто хостинг для лендинга, а именно сервер. Но и в плане интернет-маркетинга говорят, что не больше 7 экранов. Я просто полагаю, что это такая золотая середина, что вы, в принципе, всю информацию можете успеть, так сказать, утрамбовать в 7 экранов. Но получится 8 у вас экранов, никак вы не можете сократить, пускай будет 8. С экранами мы с вами закончили. Теперь, что касается общения с людьми. То есть кнопка «Заказать звонок», «Форма» – это все понятно, это все нужно. Но также на лендинге рекомендуется использовать вот такие лайф-чаты, как вы видите у меня. Человек видит, что вы онлайн и, возможно, захочет задать вопрос. Как раз-таки вот такие чаты очень хорошо конвертируют посетителей в покупателей. То есть здесь нужно, конечно, следить за тем, чтобы здесь был оператор, чтобы сразу мог ответить. Либо вы сами сидите, либо он наемный сотрудник. В общем, вот такие вещи обязательно на каждом лендинге. Здесь бывает еще такая мигает кнопка, светится с трубкой. Мы вам перезвоним в течение 10 секунд. Это тоже, в принципе, работает вместо лайф-чата. Если лайф-чат не ставите, значит, надо поставить такую трубку. На самом деле, таких сервисов в интернете очень много. Можете посмотреть, ознакомиться. Обычно этот сервис выдает кусок кода, вы просто размещаете его к себе на лендинг. И у вас на сайте будет работать вот такой вот либо чат, либо кнопка «Заказать звонок». Мы с вами подобрались, наверное, к одной из самых важных тем. Это мобильная версия сайта. Если вы не знаете, вы делаете лендинг или вам делали, обязательно проверьте, или вы собираетесь делать лендинг, чтобы у вас была, во-первых, мобильная версия в любом случае. То есть, чтобы был адаптивный дизайн, чтобы это все выглядело красиво. Как правило, если нет мобильной версии сайта, через просмотр мобильной версии или имитации просмотра через браузер. Обычно все мелко. Ни в коем случае нельзя это допускать. Мобильный трафик – это вообще отдельная тема. Проводя аналитику, анализ сайтов, люди заметили, что клиенты, заходя через мобильное устройство, ведут себя иначе, ведут себя по-другому, в отличие от компьютерной или планшетной версии. То есть, когда человек заходит с компьютера дома или с планшета. Люди, заходя с мобильного устройства, ведут себя по-другому. Они проводят на сайте на гораздо меньше времени. Человек обычно смотрит телефон, стоя в пробке, да, едет в метро. Внимание человека не настолько сконцентрировано, нежели если бы он смотрел ваш сайт с компьютера. Человек, смотря на ваш сайт с мобильного устройства, склонен к тому, чтобы совершить звонок. Это наталкивает на то, что мобильная версия должна отличаться от компьютерной версии. То есть, на мобильной версии кнопки, телефоны, все кликабельны. Как я уже говорил, кнопка Viber и WhatsApp, вот сейчас в моем примере, всегда на виду. Я прокручиваю лендинг, их видно. И как раз с мобильного устройства человек пальцем просто может нажать на любую кнопку или на телефон. И человек отправит сразу либо в мессенджер, в бесплатный мессенджер, где он мне сразу может позвонить или написать. Или нажмет на телефон пальцем и пойдет звонок мне. Это очень важный момент. То есть, вы должны понимать, что конверсия на компьютерной версии сайта и мобильной версии сайта, они абсолютно разные. Потому что люди себя ведут по-разному. Соответственно, мобильная версия должна отличаться от компьютерной версии. Пользователь не любит мелкий текст. Значит, вы должны позаботиться о том, чтобы текст был крупный в мобильной версии вашего лендинга. Сайт мобильный должен быть укорочен минимум вдвое. Остается только суть. То есть, какие-то картинки, какие-то красивые элементы, они все должны быть отключены в мобильной версии сайта. В конструкторе, в котором я создаю лендинг, это сделать сможет каждый. Без знания кода, пройдя мой курс, вы сможете самостоятельно такой же лендинг сделать. То есть, везде, видимо, кнопка, чтобы человек смог нажать сразу позвонить. То есть, человек ведет себя по-другому, человек склонен совершить звонок. Здесь нужно позаботиться о том, чтобы это все было на виду и доступно. Вы проделали большую работу, например. Следовали всем инструкциям, всем трюкам интернет-маркетинга. Запустили сайт, как-то его разрекламировали, возможно, дали платную рекламу где-то. Но, несмотря на все это, продажи не идут. Не идут заявки или их мало. Я вам скажу, это нормальная практика. В связи с тем, что у нас сейчас везде огромная конкуренция. Что делать в этом случае? Я подскажу. Помимо того, что нужно следить за метрикой, которая установлена у вас на сайте, смотреть показатели отказов, смотреть веб-визор и так далее, проводятся такие мероприятия, как АБ-тестирование. Что это такое? Вкратце расскажу. Вы создали полностью сайт. Проверили его. Он у вас конвертирует, например, плохо. Несмотря на то, что вы, казалось бы, сделали все классно, качественно. После этого делается копия сайта. Это может быть либо другой домен, либо это может быть один и тот же сайт, но разные страницы. У второй копии сайта, например, меняется цвет, меняется УТП, меняется call to action. И, например, что-то еще там поменяли. Но в целом они похожи, казалось бы. Здесь нужно просто подобраться, подбираться к клиентам, посмотреть, какой же УТП выстрелит. То есть привезет вам больше клиентов. Нужно прощупать почву, прощупать ваш рынок, если не получилось с первого раза. Два сайта на одном домене или разные домены, то есть А сайт и Б сайт. На сайт А вешается специальный скрипт, который будет равномерно распределять трафик на каждый из сайтов, на А и Б. И просто после этого вы следите за метрикой и смотрите, какой из сайтов больше конвектирует. Эти проверки могут занять несколько месяцев. Соответственно, если сайт Б, который вы поменяли цвет, который вы поменяли оффер и так далее, если он работает лучше, чем сайт А, то вы сможете дальше прощупывать рынок. То есть уже на сайт Б сделать еще одну копию сайта и попробовать поменять там что-то. А вдруг третий вариант сайта будет работать еще лучше. Таким образом, можно подобраться к тому, что ваш лендинг будет конвертировать очень хорошие продажи. Как это все сделать технически, это все будет в моем курсе. На этом данный обзор огромный подходит к концу. Я надеюсь, вам было все понятно, а самое главное интересно. Те, кто досмотрел до конца, я жму вам руку, так как видео достаточно большое и, возможно, тяжелое для восприятия, для новичков. И немножко хочу прорекламировать свой курс. Вот эта назойливая реклама внизу, которую вы все время наблюдали. Что я предлагаю? Ссылка вот на этот сайт будет прямо в описании под этим видео. Курс запланирован на август 2019 года. Здесь кратко изложена информация, что будет в моем курсе. Соответственно, более полный лендинг будет готов, когда курс будет запущен. Вся техническая сторона, как реализовать новичку лендинг без знания программирования за несколько дней профессиональный лендинг после моих уроков сможет каждый, пройдя мой курс. Здесь вы увидите форму ничего от вас не требующих, только оставить свой рабочий электронный ящик. То есть, если у вас, конечно, есть интерес к моему курсу и вы хотите научиться создавать такие потрясающие лендинги. Но если у вас все-таки есть желание, то поторопитесь, потому что доступно всего 100 мест. Я об этом здесь и пишу. 100 желающих, 100 человек. Просто оставьте свой email и нажмите записаться на курс. Я буду видеть все ваши email и по готовности курса в августе 2019 года, когда курс я запущу, я свяжусь с вами через ваш электронный ящик, напишу вам, что курс готов и отправлю ссылку на другой лендинг, который будет полностью раскрывать все преимущества и возможности моего видеокурса по созданию лендингов, профессиональных продающих лендингов для начинающих. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok